Баптистская Церковь Спасения Мир вам! Настало время для вечернего служения, и в 142-м псалме мы читаем такие молитвенные слова. Господи, услышь молитву мою, внемли молению моему по истине Твоей, услышь меня по правде Твоей. Помолимся. Господи Божий наш, Отец всякого утешения, всякого милосердия, отзываем к Тебе и просим во имя Иисуса Христа, благослови нас в проведении вечернего служения. Пусть оно будет как приятное благоухание перед Тобой, чтобы наши молитвы, наши просьбы, славословия возносили к Тебе престолу благодати и прославлялось имя Твое. Мы молим Тебя, Господи, в этот час прими наши молитвы, склони ухо Твое, Господи, и услышь просьбы народа Твоего. У кого какие переживания есть, Господи, мы просим во имя Иисуса Христа, ответь по милости Твоей. Осознаем, что нет нашей заслуги в том, в чем мы нуждаемся или о чем просим, но знаем, что Твоя милость, Твоя любовь безгранична. Поэтому рассчитываем и уповаем только на Твою милость. Будь с нами и благослови нас. Если у кого есть слова прославления, благодарности, побуди наши сердца, чтобы имени Твоему возносилась слава и поклонение. Благодарность Тебе возносим Иисусу Христу, Спасителю нашему. Аминь. 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 Иисусу Христу, Спасителю нашему. Аминь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дорогая Церковь, слава Иисусу Христу! Хочу предложить размышления о известной личности. Эту личность знают даже те, которые не читали Священное Писание. Об этой личности создают фильмы, мы можем шедевры живописи, скульптуры найти. Он был, по сути, одним из последних судей, когда мы изучаем книгу Судьи, книгу Священного Писания. И он, особенно для молодежи, для молодых ребят, он по-особенному близок, хотя не значит, что все, что он делал или как он себя представлял, это полезно подражать этому. Но все же Самсон. Самсон, как пример тот, того, через которого и в ком по-особому работал Господь. К сожалению, это пример того, который не всегда правильно понимал пути Господни. Но все же, книга Судьи, 13 глава, 1-2 стих, прочитаем в начале. Судьи, 13 глава, 1-2 стих. «Сыны Израилевы продолжали делать злое пред очами Господа, и предал их Господь в руки филистимлян на сорок лет. В то время был человек из Сторы от племени Данова именем Маной. Жена его была неплодна и не рождала». Изучающие Священное Писание, особенно книгу «Судьи», они знают, что, к сожалению, вот эти циклы, они повторялись. Бог даровал свое избавление, Бог по обетованию своему таки ввел народ свой в землю обетованную. Но, к сожалению, народ не всегда проявлял верность. И приходили оккупанты, приходили те, кто владели народом Божьим, которые угнетали их, народ взывал. Бог поставлял лидеров, национальных лидеров, которые выводили из сложнейших ситуаций. Из сложнейшего коллапса политического, экономического, и даровал опять избавление. И мы вновь видим книгу «Судьи», 13 глава и дальше. Особенно Самсону Господь пределяет много внимания. Несколько глав посвящены с 13 по 16. И, возможно, не очень приятно некоторые вещи говорить, особенно такое понятие, как грех. Но мы, когда будем рассуждать об этом, не для того, чтобы раскрыть эти детали греха, а для того, чтобы укрепиться и показать выход из этой ситуации. Чтобы не войти в такое положение, подобно, как вошел Самсон. Итак, первый момент, на который хотел бы обратить внимание, это то, что призвание не застраховывает от греха. Особое призвание Божие, оно не застраховывает от греха. 13 глава, это же с 3 по 5 стих еще прочитаем. «И явился ангел Господень жене и сказал ей, «Вот, ты неплодно и не рождаешь, но зачнешь и родишь сына. Итак, берегись, не пей вина и секера, и не ешь ничего нечистого. Ибо вот ты зачнешь и родишь сына, и бритва не коснется головы его, потому что от самого чрева младенецей будет на заре Божий. И он начнет спасать Израиля от руки филистимлян». Призвание не застраховывает от греха. Бог по-особенному благословил эту семью. Вначале, казалось бы, о каком благословении идет речь? Страна под оккупацией филистимлян. Семья особо неизвестная. У них нет детей. О каком благословении может идти речь? Вы знаете, когда позже немножко Бог дает, такие, казалось бы, простые вещи, как семейный уют, мы тогда по-новому, по-особенному ценим эти простые вещи. Более того, мы видим, какое указание дает ангел Господь. Ты не прикасайся ничего нечистого, и ребенок твой тоже не будет. Потому что еще не родившись, но я уже избираю, я уже побуждаю, я уже хочу, чтобы он был особым человеком. Ветхозаветные традиции – это назарей Божий. Это тот, который должен по-особому служить Господу. У него сверхъестественное рождение. Конечно, не такое, которое мы знаем о нашем Господе Иисусе Христе, но подобно, как было с Исааком и с другими. Бог по-особенному коснулся эту семью и благословил. Благословил. Только в книге Судей мы находим такую речь о рождении. Мы видим, что это была благочестивая семья. Они боялись Господа, они пребывали пред Господом. Несмотря на вот эту ситуацию, на развращенность, они искренне ходили перед Господом. Возможно, другие из народа Божьего не замечали это, но Бог это замечал, и Бог это оценил. Чуть позже будет написано, что Дух начал действовать, в конце этой 13 главы, начал действовать Дух в Самсоне. То есть то, что пообещал Бог, вот он начинает действовать, творить, использовать этого человека, человека Божьего, потому что он призван к особому служению. Мы также позже знаем, что вот это призвание быть освободителем, быть лидером, оно будет протестировано или показано предварительно. И это тоже будет так как бы незаметно. Он будет идти, навстречу выйдет Лев, Лев подумает, что он сильнее. Зря он это подумал. То, что Самсон его победит. Это что-то особенное. То есть это было показатель того, что Бог особенной физической силой благословил Самсона. Благословил Самсона, и Самсон знал о своем призвании. Позднее он сам пересказывает, сам говорит об этом Далиде, что нельзя, это внешний знак мой, особенный знак, нельзя мне стричь волосы. Это внешний показатель, такая была традиция из Священного Писания мы узнаем. В Священном Писании мы много находим других примеров, когда люди по-особенному были призваны. Мы помним о Езекии, мы помним о Ное, мы помним даже об Иуде и Скариоте. Но все это призвание, оно не застраховывает от греха. Человек по-прежнему ответственный за свой выбор. Бог сделал свой выбор. Бог предложил свои благословения. Бог явил свое устройство. И сегодня, рассуждая, и может, по-особенному в контексте наших церквей, нашего братства здесь, в Соединенных Штатах, по-особенному, может, молодежи стоит прислушаться и задумываться. Возможно, твои родители давно хотели, чтобы ты появился на свет. У них давно не было детей. Возможно, они давали обет Господу. Если ты дашь ребенка, мы хотим, чтобы он стал служить. Они как бы вымолили его. Возможно, они все устроили. С детства этот ребенок, он посещал воскресную школу, был среди христианской молодежи. Особое призвание, особые возможности послужить, начиная, как мы утром видели, когда еще дети, подростки, они уже славят Господа. И потом большие и большие перспективы открывает Господь. Но здесь, именно в этот момент, важно бодрствовать. Как Павел предупреждает, кто стоит, берегись, чтобы не упасть. Кто стоит, берегись, чтобы не упасть. Да, Бог тебе поставил, Бог призвал, но будь бодр, будь внимательным. Призвание не застраховывает от греха. Еще один момент, на который обратим внимание, это то, что этот путь, он очень скользкий, греховный путь. И грех, по сути, порождает следующий грех. А тот еще один грех. И так дальше. Проиллюстрировать это можно, просто прочитав вот первые стихи, 14 главе, первый стих. Заметьте. И пошел Самсон в Фимнафу и увидел в Фимнафе женщину из дочерей филистинских. И впоследствии мы знаем. Да, он как бы выбрал себе ее в жены, но и не из народа Божьего. 16 глава, первый стих. Пришел однажды Самсон в Газу и увидел там блудницу, вошел к ней. Тоже женщина, но уже впал в откровенный порог. В 16 главе, 4 стихом, еще более ярко сказано, «После того полюбил он одну женщину, жившую на долине Сарек, и мое имя ей Долида». Это не просто была блудница. Это особый, ну, современным языком, можно сказать, спецагент, филистинлен потом окажется. Очень лукавая женщина. Хотя с виду, очевидно, они все красивые были, они все привлекательные, но по своей натуре каждый раз, каждый раз Самсон опускался все глубже и глубже, все хуже и хуже. Знаете, это большое искушение для людей, особенно для молодых людей, которые имеют силу, которые имеют возможности, которые имеют внешний вид приятный. Не о многих в Священном Писании и молодых людях сказано, что они были приятны лицом. Мы знаем о Давиде, мы знаем об Иосифе, не о многих сказано. И именно это и служит иногда очень большим бичом, очень большим искушением, и люди впадают в грех, а следующий ведет в больший грех. Важно заметить, что грех не был в том, что он просто выбрал женщину, или тем более, как в средневековой католической традиции, сама женщина стала грехом. Это большое безумие, очень неправильный ход. И с контекста мы видим, что его мама была благочестивой женщиной. То есть уже это даже дает нам указание, что грех не в том, что он выбрал женщину, а какую и почему и зачем. И какую, почему и зачем. И мы видим впоследствии тоже. Да, с одной стороны, он явил силу, точнее, Бог через него явил силу. Он разорвал льва. Но после, что он сделал? Он вкусил мед из трупа льва. А на зарею нельзя это делать. Нельзя ничего брать от того, что нечисто. Труп — это нечисто. Мы знаем также из истории, из истории о Самсоне, что в свое время он найдет эту челюсть ослину, и он победит. Бог через него даст особую победу для народа израильского. Но челюсть ослинная, по сути, это тоже нечистота для Назарея. Когда свадьба у него будет, будет много вина. И очевидно, он также употреблял вино. Но мы знаем, Назарей не должен прикасаться к ни к чему спиртному. Он нарушал эти обетования, нарушал эти принципы Назарейства. К сожалению. И мы видим, как от одного он идет хуже, и хуже, и хуже. Вначале он выбрал не из народа Божьего женщин, потом откровенную блудницу, а потом выбрал хитрую блудницу, которая его и предала, из-за которой он и пострадал. Апостол Яков нам напоминает эту истину. Каждый увлекается своей похотью. Не кто-то где-то виноват. Да ты понимаешь такие условия экономические. Да ты понимаешь, ну вот так тяжело было. Да не вовремя появилось или не вовремя появился. Это сложно было или еще что-то. Каждый увлекается своей похотью. Из Писания мы узнаем, грех, он обманчив. Он всегда требует большего. Вначале он говорит, только это попробуй. Это пойдет хуже и дальше, и дальше. Грех порождает грех. Еще один момент, на который обратим внимание. Грех, он навязчивый. Он навязчиво, нежен. Он мягкий. В славянской традиции есть такое слово, как прелесть. И изначально это слово, оно имело именно это содержание, что внешнее, это что-то приятное, хорошее, но это, которое увлекает за собой и ведет ко греху, к злу, по сути, к смерти. Грех навязчиво, нежен. В 14 главе мы читаем 16 и 17 стих по-особенному. «И плакала жена Самсона пред ним и говорила, «Ты ненавидишь меня и не любишь. Ты загадал загадку сынам народа моего, а мне не разгадаешь ее?» Он сказал ей, «Отцу моему и матери моей не разгадал ее, и тебе ли разгадаю?» И плакала она пред ним семь дней, в которые продолжался у них пир. Наконец, седьмой день разгадал ей, ибо она усиленно просила его, и она разгадала загадку сынам народа своего. Вот это так, медовая неделя. Каждый день. Кап, 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 разгадай загадку, разгадай загадку утром, днем и вечером. Какие силы, какие нервы выдержат? Ну, это все было нежно, это же любимый человек, это же вот только свадьба, семь дней пир. И каждый день она больше всего об этом говорила. Не о том, что вот какое служение нам Бог откроет, где мы будем жить, чему мы посвятим себя, кому мы поможем и так дальше. Кап, кап, кап. И этот сильный человек, он сломился. Внешне сильный. Он разгадал ей, и мы знаем эти печальные последствия. В 16 главе есть подобные, уже когда Далида, 16 глава, 16-17 стих. 16-17 стих. И как она словами своими тяготила его всякий день и мучила его, то душе его тяжело стало до смерти. И он открыл ей все сердце свое и сказал ей, бритва не касалась головы моей, ибо я на заре Божьей от чрева матери моей. Если же остричь меня, то отступит от меня сила моя. Я сделаю слаб и буду, как прочие люди. Вначале это было, вы помните, как шутка. Он говорил, вот так сделаешь, сила отойдет, вот так сделаешь, сила отойдет. Ничего не срабатывало. Ну, казалось бы, Самсон, проснись, ты же видишь куда, что она хочет на самом деле. И потом она таки достучалась до его сердца. Нежно, спокойно переломила хребет, внутренний хребет у Самсона. И мы знаем эти печальные последствия. Грех, он навязчиво нежен. Тем более, мы знаем Священное Писание, что, по сути, он в определенный момент остался один. Пришли в очередной раз в Велестимлене, говорили, где тут ваш лидер, давайте его сюда. И заметьте, Священное Писание говорит, три тысячи человек, не триста, не тридцать. Три тысячи иудеев, мужчин, это же целая армия. Они приходят, говорят, Самсон, давай мы тебя сдадим, потому что у нас из-за тебя неприятности. Что чувствовал Самсон? Предательство. Ведь он мог стать во главе этой армии и избавить, и освободить. Но вместо этого эти люди приходят. Но кто принял его? Эти женщины. Знаете, когда искушение, когда мы по-особенному слабы, тогда враг начинает действовать. Он преподносит эту прелесть. Очень легко оступиться. Мы знаем эту трилогию «Властелин колец». И там очень ярко показано это, как она притягивает к себе эта прелесть. Это возможность, неимоверная возможность. Но эта же возможность тебя берет в рабство. Тебя же берет в рабство. Самсон, по сути, современным языком, он увлекся этим глянцем. Он увлекся внешним. Машему сожалению, и мы видим эти последствия. Поэтому никогда не стоит недооценивать угрозу. Лучше обойти, чем думать «Я смелый, я сильный, я пройду, я смогу». Лучше обойти. Лучше не пойти в эту кампанию. Лучше не смотреть это. Лучше остановить этот разговор. Потому что грех, он навязчиво нежен. Он очень быстро, но решительно может сломить нас. И четвертый момент. Очень важен. Потому что, если мы говорим только о первых трех, оно выглядит очень удручающе. Молодежь подумает, если такова обязанность молодых христиан, то лучше не быть молодым христианином. Я приду, когда мне уже седые виски будут и так дальше. В идеале все это могло не произойти с Самсоном. У него Бог приготовил совершенно другие возможности. И Бог каждый этот раз продолжал являть свою милость к нему. грех. Грех не искореняет милость. Бог решает, кому давать и когда отнимать милость. Но сам грех не имеет силы искоренять милость. И мы знаем, милость это то, что дается незаслуженно. Это то, что Бог решает, дает. Мы не можем ее заслужить, мы не можем тем более у самого Господа требовать ее. Но Бог готов давать ей. Грех не искореняет милости. В 16 главе 28 стихом мы читаем. «И возвал Самсон Господа и сказал, Господи Божий, вспомни меня и укрепи меня только теперь, о Божий, чтобы мне в один раз отомстить филистимлянам за два глаза моих». Это его понимание, конечно, мы сегодня так не говорим о мести, как христиане, как те, которые под Новым Заветом. Но для него тогда это воззвание, Господи. Несколько раньше была подобная ситуация, когда он истомился, он жаждал воды, и он возвал Господу, и что сделал Бог? Бог для него специально раскрыл землю и пошел поток воды, и он напился и укрепился. Взывай Господу. Грех не искореняет милости. Бог готов миловать. Самые страшные слова, одни из самых страшных слов, которые мы можем найти на страницах Священного Писания, когда сам Бог говорит, «Я устал миловать, я устал миловать». Он произнес это к своему народу, и после этого они пошли в плен. А до этого Бог милует, и сегодня Он продолжает являет эту милость миловать. Даже сначала с головы мы видим это. Примечательно, что во всех предыдущих случаях народ взывал, помоги нам, избавь нас. Но в этом случае народ уже не взывает. Они уже смирились, они подумали, ну, наверное, вот такая наша судьба. Теперь всю оставшуюся жизнь мы будем жить под вересимленными. Ну, так нам и надо. Они уже не взывают, а Бог начинает действовать. Более, Он особенно начинает действовать. Только в этом отрывке несколько раз, и по-особенному есть это употребление «Ангел Господин». Он действует, Он избирает эту семью. Дух Божий сходит на этого человека и готов освобождать его. Грех не искореняет милости. Для некоторых, к сожалению, иногда, когда они слышат «Самсон», это нехорошее словосочетание, как «лысый Самсон». Но когда мы смотрим на эту историю, и особенно то, что в послании евреям 11 главе, то как там представлен Самсон? В списке кого представлен Самсон? Мужа веры. И пусть с таким мужем веры он и останется. И в чем его вера была? Вера в том, что несмотря на это глубокое падение, он возвал Господу, и Бог его услышал. Он поверил, что Бог силен его поднять. Силен его поднять. И поэтому сегодня, рассуждая об этой очень-очень древней истории, тысячи лет прошли, когда этот человек жил, но эти истины по-прежнему актуальны. И если кто-то на этом пути, неверном пути, важно остановиться. Важно избрать правильную цель, истинные Божьи принципы. Остановиться и не грешить. Остановиться и не оправдываться, что это грех. Это моя ответственность остановиться и воззвать Господу. А Он пусть услышит, пусть воздаст, и пусть вновь явит для каждого из нас и для всех нас милость. Мы не заслуживаем ее. Но Бог к богатой милостью готов поддерживать нас. Поэтому к Богу милости и в этот час обратимся. Аминь. Помолимся. Куда пойду от Духа Твоего? Твоего? Какое разве Господи возможно? Мое с Тобою святое естество Shayk Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Разве ты не хочешь вечно жить? Отчего не примешь, а правда, Андрей? Хочешь душу в воде погубить? Покорись Творца единой воли, Он создателем твоей души, Обратишь ты мир небесный вскоре, Только к Иисусу поспеши. Слава Богу! Верю вам, дорогие братья и сестры! Сегодня моя проповедь будет на английском языке, Но я хочу вкратце рассказать вам, о чем она будет. Я буду сегодня говорить об одном человеке, Который не часто проповедует, Не часто слышно его имя, Но это был очень важный человек. Имя этому человеку Иеремия. И тема моей проповеди, Это в жизни Иеремии Бог его призвал к служению, Быть пророком. И его обязанность, это было пойти в Иуду, Тогда был Израиль и Иуда. И Бог повелел Иеремии пойти туда и сказать им, Чтобы они покаялись, Потому что тогда они были очень грешными. И Бог собирался наводить на них особое, Можно сказать, зло или наказание. И один стих, который будет, Вы можете сказать, тема моей проповеди, Это Псалом, в английской Библии, Это Псалом 32-й, 10-й стих. Вы на экране увидите. И это будет стих моей проповеди. Dear brothers and sisters, Today I want to talk about a man That I already mentioned, A prophet. Someone that we don't really hear too often. Someone that had a very specific task. Someone whose life was not, I can't say that it was filled with joy. Someone that had to go through Many and many temptations, Many bad things in his life, When he was beaten, thrown into prison, When he was mocked at and laughed. And his name is Jeremiah. And if we look at Jeremiah's life, It was quite a long one. It was not an easy ride. And one verse that I would like for us to remain In our minds as I talk about Jeremiah Is Psalm 32, verse 10. And it goes like this, Many sorrows shall be to the wicked, But he that trusteth in the Lord, Mercy shall compass him about. In another translation it says, Steadfast love will surround him. Now if we look at Jeremiah, Beginning with chapter 1, We see that right then and there, God calls him to service. And throughout the next few chapters, We see a conversation between God and Jeremiah. It's a very broad, very general, Very long conversation. God calls Jeremiah, He tells him what he wants him to do. He tells him the things that he wants to say To the kings of Judah. He shows them different visions. He talks about metaphors, And he uses similes to compare, To give perspective of what he's about to do to Judah. And one of those similes or metaphors That I would like for us to look at Is actually written in chapter 18, And it's called The Potter's Vessel of Clay. And we're going to read verse 1 through 10. Chapter 18, verse 1 through 10. The word which came to Jeremiah from the Lord saying, Arise and go down to the potter's house, And there I will cause thee to hear my words. Then I went down to the potter's house, And behold, he wrought a work on the wheels, And the vessel that he made of clay Was married in the hand of the potter. So he made it again, another vessel, As seemed good to the potter to make it. Then the word of the Lord came to me saying, O house of Israel, can I not do with you As this potter, saith the Lord. Behold, as the clay is in the potter's hand, So are you in my hand, O house of Israel. At what instant I shall speak concerning a nation And concerning a kingdom, To pluck up and to pull down and to destroy it. If that nation against whom I have pronounced Turn from their evil, I will repent of the evil that I thought to do unto them. And at what instant I shall speak concerning a nation And concerning a kingdom, To build and to plant it. If it do evil in my sight, That it obey not my voice, Then I will repent of the good, Wherewith I said I would benefit them. So here we see Jeremiah, I'm sorry, God calls Jeremiah and says, Go to this potter's house, And look at what he's doing. And this potter is making the vessel. It's his job. It's what he does for a living. And he makes this vessel. And this vessel becomes spoiled. Something happens to it that it goes bad. The potter has to remake it. And so God says, And here it says that he makes it to his liking. And God says, This is Israel. I am the potter, Israel's the clay. If I see it go bad, I will try to work it and remake it to my liking. And why is God saying that? If we read through several chapters of Jeremiah towards the beginning, God starts to talk about, He tells Jeremiah, He shows him the things that Judah is doing wrong. One of those things, His biggest concern is idolatry. The nation of Judah became very highly addicted to worshiping other gods. He also talks about other sins such as adultery and unsanctified sacrifices, deceitful treacheries, and a whole bunch of other sins that Judah just kept on doing over and over and over again. It's something that their father started doing that got passed down to them and something they cannot let go of. And so during this conversation, God opens up his plan to Jeremiah, what he's planning to do with Judah. And so he says that he's going to rework it. And just exactly how is he going to do that? If we look at another comparison that God opens up to Jeremiah, a vision which is in chapter 24, I'm sorry, 24, verse 2 through 10. Jeremiah chapter 24, verse 2 through 10. And this is the vision of the good and bad figs. And this is what he writes. The Lord shooed me, and behold, two baskets of figs were set before the temple of the Lord. After that, after that, Nebuchadnezzar Babylon had carried away captive, apologies for my pronunciation, Jeconia, the son of Jehoiakim, king of Judah, and the princess of Judah, with the carpenters and smiths from Jerusalem, and had brought them to Babylon. One basket had very good figs, even like the figs that are first ripe. And the other basket had very naughty figs, which could not be eaten. They were so bad. Then said the Lord unto me, What seest thou, Jeremiah? And I said figs, the good figs, very good, and the evil, very evil, that cannot be eaten. They are so evil. And the word of the Lord came unto me, saying, Thus saith the Lord, the God of Israel, like these good figs, so I will acknowledge them, that are carried away captive of Judah, whom I have sent out this place into the land of the Chaldeans for their good. For I will set mine eyes upon them for good, and I will bring them again to this land, and I will build them, and not pull them down, and I will plant them, and not pluck them. And I will give them a heart to know me, that I am the Lord, and they shall be my people. And I will be their God, for they shall return unto me with their whole heart. And as the evil figs, which cannot be eaten, they are so evil, surely, thus saith the Lord, so will I give Zedekiah, the king of Judah, and his princess, and the residue of Jerusalem, that remain in this land, and them that dwell in the land of Egypt. And I will deliver them to be removed into all the kingdoms of the earth, for their hurt, to be a reproach, and a proverb, a taunt, and a curse. In all places whither I shall drive them. And I will send them the sword, the famine, and the pestilence among them, till they be consumed from off the land that I gave unto them, and to their fathers. And so here we see a clear picture of exactly what God is planning to do with Judah, with the nation of Judah. He says that he's given them a chance to be saved, to repent from their evil. That's why he sent in Jeremiah. Some of those answered that call. Some of those went and fleed to the Chaldeans. For those of you that may not be too familiar with the Chaldeans, Chaldeans is another tribe controlled by Babylon, located in the southern part of Mesopotamia. It's the land that's located between the Tigris and Euphrates River. And they just own a small portion of that. But they're also pretty much Babylon. So whenever you hear Chaldeans or Babylon, it's pretty much the same nation, same group of people. These people were very warlike, very brutal, showed no mercy. They were very strong, especially during the reign of Nebuchadnezzar. And so after Jeremiah talked to God, after he understood what God's planning to do, Jeremiah went to Judah and he started preaching. Now from the time that Jeremiah was called by God to the time that Babylon finally took over Judah, there's a time span of just over 40 years. Just over 40 years, which is a very, very long time. Now if we look at the history of Israel, we see that this is not the first time something like this happened. If we read back several books before, we see that for their sins, God sent certain nations to fight them, to go to war against them, and they would lose. Sometimes they would lose. If they repent, they would win. Sometimes they were taken captive, sometimes they were not. But we see that because Israel sinned and did not repent, God always sent some kind of consequence, some kind of punishment to show them the fact that they need forgiveness. And during those times that Jeremiah was preaching to Judah and to the kings, during that time span, actually there was five kings that reigned over Judah over those 40 years, starting during Jeremiah's call, which was King Josiah, and to the very last king of Judah, King Zedekiah. Now I want you guys to stop and think for a moment. Look back at your life. Every single one of us faces problems every single day. Every single one of us sins because it's our human nature. It's because we were born sinners and we need God's forgiveness every single day. But some of us may have a sin that we just cannot let go of. A sin that we just cannot overcome. A sin that God is telling us constantly through people, through our parents, through preachers, songs, that you need to repent because something bad is going to happen to you. I'm going to send an evil on you so great that you will finally understand, but then it's going to be too late. And so this is what he does with Jeremiah. This is, he says, he sends them and it takes them 40 years to preach, to Jeremiah, constantly talking to God and back to the nation and God and the nation, a period of over 40 years. And in the end, very few call, answer that call. The kings themselves chose to ignore it. The kings themselves, they got so caught up in their pride of constantly conquering and winning other nations that they thought they were bulletproof. They thought there's no such nation that we cannot overcome. But they were wrong. Jeremiah constantly told them about this. And there was times when he was beaten, he was thrown into prison, he was made fun of, laughed, mocked, you name it. Bad things happened to him because of this. And so we see, we see this very often today that people who try to bring God's message, they get laughed at, they get mocked. We see this very often in third world countries, actually, that where Christianity is not the norm, where other religions are the norm and that you would literally get killed for being a Christian or being pronounced in the name of God. But here in America, thank God we have this freedom to do this. But going back to Jeremiah, there was a time when he, as we read during the second vision, that some people left to the Chaldeans. Jeremiah started saying that if people give themselves in to Babylon, to the Chaldeans, rather than wait and fight against them, their lives will be spared. And this is the word of God. And this really angered the officials of Judah. They did not like that there's this guy that's telling them to surrender themselves rather than stand up and fight. And so they take him, they brutally beat him, and chain him, and throw him into a dungeon with no water or bread. And at this time, Babylon is already starting to surround Judah. Resources are very scarce. Food is very scarce. Living conditions are becoming worse and worse. And so Jeremiah was literally thrown into the pit to die. And then finally comes the reign of the fifth king, King Zedekiah. And let's open up to chapter 39 of Jeremiah and we'll see what happens. Chapter 39, verse 1. And I apologize for any mispronunciations of the names. I'm just going to skip those if you guys don't mind. In the ninth year of Zedekiah, king of Judah, in the tenth month came Nebuchadnezzar, king of Babylon, and all his army against Jerusalem, and they besieged it. And in the eleventh year of Zedekiah, in the fourth month, the ninth day of the month, the city was broken up. Let's get to verse 4. And it came to pass, but when Zedekiah, the king of Judah, saw them, and all the men, them as in Babylon, capturing Judah already. Judah saw them and all the men of war. Then they fled and went forth out of the city by night by the way of the king's garden, by the gate between the two walls. And he went out of the way of the plain. But the Chaldeans' army pursued after them and overtook Zedekiah in the plains of Jericho. And when they had taken him, they brought him up to Nebuchadnezzar, king of Babylon, to Riblah, in the land of Hamath, where he gave judgment upon him. Then the king of Babylon slew the sons of Zedekiah and Riblah before his eyes. Also the king of Babylon slew all the nobles of Judah. Moreover, he put out Zedekiah's eyes and bound him with change to carry him to Babylon. And the Chaldeans burned the king's house and the houses of the people with fire and break down the walls of Jerusalem. Then Nebuchadnezzar, the captain of the guard, carried away captive into Babylon, the remnant of the people that remained in the city and those that fell away that fell to him with the rest of the people that remained. But Nebuchadnezzar, the captain of the guard, left of the poor of the people which had nothing and in the land of Judah and gave them vineyards and fields at the same time. So we finally get to see what happens when you don't answer God's call. There's a certain time that God gives us to answer his call, to repent from our sins. We don't know what that time is. If we look back in history, this story actually sounds very familiar like Jonah. Jonah was called to go to Nineveh and preach that in 40 days if they don't repent, God's going to smite the city. Also in Sodom and Gomorrah, that city was already so treacherous, so full and ill of sin that there was no chance of salvation for anybody. And they all rejected it when they were actually given the chance to be saved. Sodom only had a few days. Nineveh had 40. The nation of Judah had 40 years. I don't know how many years, days, or hours I might have. I don't know how many days, months, or years any one of us might have before God senses consequences for our sins. And so we see what happens to those that do not answer the call of God to repent. But as we read in Psalm 32, verse 10, it says, Many sorrows shall be to the wicked, but he that trusteth the Lord, mercy shall compass him about. So we understand the first half of the verse. What about the second half? Where do we see mercy in this story? Where do we see God's mercy in all of this? Well, let's continue reading in chapter 39. Skip over to verse 12. And we're going to read verse 12 to 14. This is Nebuchadnezzar talking to a captain of his army officials. And this is when they found Jeremiah and this is what they're going to do with him. And so they say, Take him and look well to him and do him no harm, but do unto him as he shall say unto thee. So Nebuchadnezzar, the captain of the guard, sent the Nebuchadnezzar, the captain of the guard, I'm sorry, skip 13, I'll go down to 14. Even they sent and took Jeremiah out of the court of the prison and committed him unto Gedaliah, the son of Ahicham, the son of Shefan, that he should carry him home so he dwelt among the people. Unlike others, Jeremiah was spared. Now there are some captives that Babylon took for themselves. A lot of them, they just left in Judah because Judah was literally, it was just left in ruins. It was burnt to the ground, walls were broken, houses destroyed. And so they let Jeremiah be among the people, but they were still somewhat captive. There was Babylonian and Chaldean armies still located in there, kind of pretty much just holding them captive, kind of like a prison camp. But they allowed him to be there and they told him, treat him the way he says he wants to be treated. Now that is a privilege for a prisoner. And we see that. And this is where we see the mercy of God. And another figure I want to point out to you guys before I wrap up, it's a guy whose name is Ibed Melech. And Ebed Melech, it's actually more of a title. The term Ebed, which means a servant, and Melech to the king. So this is someone that is a servant to the king. And we, there's only really two instances that we actually see him in the Bible. And that's in Jeremiah chapter 38 and Jeremiah chapter 39. And in Jeremiah chapter 38, that's actually the time when Jeremiah was taken as a prisoner for telling people to flee to Chaldenian, to flee to the Chaldenians to be spared. It's when he was taken and thrown into the dungeon pit to die. And this guy, Ebed Melech, he was an Ethiopian and he was a servant to the king. And he saw out of all the people, out of all the nobles, out of all the servants to the king, he was the only one that realized that this, this is evil what they are doing to Jeremiah. This is not right. This guy is going to die there and it's going to be on us. And so Ebed Melech goes to the king and he pleads for him to bring Jeremiah out of that pit because he's going to die. And so Zedekiah gives Ebed Melech the privilege and the resources to do that and therefore saving Jeremiah's life. And then we see in chapter 39, if we read, if you can read it with me, chapter 39, verse 15 through 18 and we'll see what happens to Ebed Melech. And the word of the Lord came unto Jeremiah while he was shut up in the court of the prison saying, Go and speak to Ebed Melech the Ethiopian saying, Thus saith the Lord of hosts, the God of Israel, Behold, I will bring my words upon this city for evil and not for good and they shall be accomplished in that day before thee. But I will deliver thee in that day, saith the Lord, and thou shalt not be given into the hand of the men of whom thou art afraid. For I will surely deliver thee and thou shalt not fall by the sword but thy life shall be before a prey unto thee because thou hast put thy trust in me, saith the Lord. So we see Ebed Melech, he trusted God. He knew that this prophet Jeremiah was from God, that he had something very important to say, that he needs to carry out his mission and he trusted God and so he tried to help Jeremiah and because of that, we read that Nebuchadnezzar slew Zedekiah's family. He killed every single one of his servants, noblemen, maybe even his servants but Ebed Melech survived. He was unharmed because he remained faithful to God. He trusted God to the end and this is God's blessing for him is that nothing's going to come to his way and so I want you guys to think again to that, think back to your life. Maybe it's today, maybe it was before to that, maybe to that sin that is still holding you captive. I don't know what kind of destruction God may bring upon me or any single one of us that still has that sin. God's repentance for sin is still out there today and many sorrows shall be to the wicked but you that trust the God that answer his call. Mercy shall compass about you. Amen. Amen. Lord, 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 God is here with my Word in the Holy Spirit A little bit for me ismdt as his name He is He is I am a little taste He is His name My God He is His name He is Субтитры создавал DimaTorzok 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 Душа Как птица ищет хлеба, а этот хлеб всесильный Бог Одна дорога есть на небо, в погибель тысячи дорог Зачем откладывать на завтра, мой друг, сегодня избирай Текут живительные реки, благословенный Богом край И хоть об этом мало знаем, но кто поверил, тот пошел В стране, что называем раем, спасенным будет хорошо И если ты устал от жажды, взывай, кресту не промолчи Он отдал жизнь, что верой каждый спасение мог бы получить Субтитры создавал DimaTorzok 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 Слава Господу! И мы в покое и мире можем жить и счастливо продолжать нашу жизнь на этой земле. Поэтому на эту тему и мое пение будет сегодня. Ужасен страх учеников, они к учителю зовут. Учитель, встань, зачем ты спишь? Мы гибнем здесь, учи невол. Учитель, встань, зачем ты спишь? Мы гибнем здесь, учи невол. Он встал, взглянул, вокруг и взор любви и власти весь был полн. Затихло все, без страх исчез. Упокой и мир в душе царит. В руках Христа ученики. Он их хранит, он их хранит. И твой челнок, как часто он, в волнах житейских погибал. Но больше ты, Христос, ты месть, И от себя ты откажись. Пусть море шум нас не страшит. Бог слышит все, поможет нам. Когда мы молим от души, от души ты нам, Господь. О, помоги, о, помоги, погибнем мы. О, помоги, погибнем мы. Он и сегодня хочет сам в волнах житейских нам помочь. Он дух сомнений не устранит. И всякий страх изгонит прочь. И всякий страх изгонит прочь. Перестань, как волнах. Перестань, уж тихо все. Да, тихо все. Первое послание апостола Павла к филиппийцам, 5 глава, 23-24 стихи. Первое послание фессилоникийцам, 5 глава, 23-24 стихи. Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте. И ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без пороков пришествия Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который и сотворит сие. Аминь. Давайте мы сейчас сделаем, может быть, нечто необычное. Мы сейчас поднимемся, и вот эти слова, которые записал апостол Павел, произнесем все вместе. Но при этом будем использовать вот то слово, где он говорит «да осветит вас», а мы скажем «да осветит нас». И когда он говорит о том, что верен призывающий вас, а мы скажем «верен призывающий нас». Давайте попробуем. Как раз мы немножко так взбодримся, встряхнем и попробуем вместе прочитать. Сам же Бог мира да осветит нас во всей полноте. И наш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий нас, который и совершит это. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Апостол Павел заканчивает послание к фессалоникийским верующим, произносит вот именно это благословение. «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Апостол Павел, когда говорит о Боге, употребляет и использует очень интересное имя Бога. Он говорит, «Сам же Бог мира». У нашего Бога, если мы читаем Священное Писание, мы находим, есть много имен, которые применяются к нему. Мы читаем такие имена, которые имеют каждый определенный смысл. «Эль-Шадай» – Бог Всемогущий, «Эль-Алам» – Бог Вечный, «Элахим» – Бог Вседержитель, который обладает властью и силой. И знаете, вот таких различных имен на страницах Священного Писания можно найти 16. Но апостол Павел выбирает именно это имя. Он часто употребляет это имя Бог мира в своих посланиях. Он пишет, «Бог же мира да будет со всеми вами в послании к римлянам». В другом месте он говорит, «Бог же мира да сокрушит сатану под ногами вашими вскоре». А во времена Ветхого Завета нашего Господа, Бога, знали больше, как Бога Саваофа – Бога сильного, Бога крепкого в брани, того, который является Господом сил. Но однажды на полях Вифлеема прозвучала замечательная весть ангелов – «Слава Вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Сам Бог, Иисус Христос, Божий Сын, тот, который является Творцом всего, Он пришел на эту землю, Он вочеловечился. Его жизнь, Его служение, Его учение – они приносили мир. А Его смерть на Голгофском кресте, она действительно подарила нам примирение с Небесным Отцом. И как пишет апостол Павел в послании к римлянам в первой голове, такие замечательные слова. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Апостол Павел, когда говорит это благословение, обращаясь к фессалоникийским верующим, он говорит, что сам Бог мира, Бог утешения, сегодня взирает на нас с вами через искупительную жертву Иисуса Христа, Сына Своего, и при этом вменяет Его праведность нам с вами. И все это благодаря нашему Господу и Спасителю, Иисусу Христу. А сущность Бога – это мир и святость. И апостол Павел молит Бога мира, Бога мира о том, чтобы все мы с вами, все верующие, могли достичь совершенства, чтобы быть пред Его лицом в тот день, когда Он придет за своей церковью совершенными. Он хочет, чтобы мы соделались святыми. Сам же Бог мира да осветит вас. Осветить. Осветить – это значит вернуть человека к тому состоянию, которое было предназначено ему Богом в момент творения этого человека. Бог свят. Мы с вами слышали сегодня утром об этом. И никакой человек не способен и не может разделить Божью святость, Божью природу святости с Ним, с нашим Господом и Спасителем. Но при этом Священное Писание призывает и утверждает, и оно побуждает нас к тому, чтобы мы были святы так, как свят Он. Об этом пишет Левит и в другие места Священного Писания. А может ли человек осветить себя? Будьте святы! А может ли человек осветить себя? Оказывается, не может. Но Бог примирил нас с собой через Иисуса Христа. Это было сделано благодаря освобождению нас с вами от греха. Грехи всех людей. Наши с вами грехи были возложены на нашего Господа Иисуса Христа. И Он телом Своим вознес их на древо, как пишет апостол Петр в своем первом послании. Его искупительная жертва, она воистину примирила человека с Богом. В послании Кефесяна во второй главе апостол Павел пишет в 14 стихе. Он есть мир наш. А Иоанн в первом послании пишет «И кровь Его очищает нас от всякого греха». Первая глава первого послания, седьмой стих. Господь, только Господь дарует нам спасение и благодать. Мы спасены. Но при этом мы нуждаемся в освящении. Потому что воля Божия есть освящение наше. Но человек не в силах совершить освящение самого себя. Только Бог может отделить нас от греха для праведности и святости во всей полноте. Апостол Павел, когда пишет вот это благословение в Фессалоникийской церкви, он подчеркивает действие и влияние Духа Святого на все аспекты нашего с вами человеческого бытия и существования. И он говорит, что Дух Святой действует на наш Дух. А это сфера отношений с Богом. Это Дух Святой действует на нашу душу. А это сфера отношений к человеческой личности. Он говорит, что Дух Святой действует на наше тело. Это взаимодействие между людьми. И вот верующий во всей целости должен быть сохранен ко дню пришествия нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Мы должны быть праведными, мы должны стать безупречными. К этому призывает нас Священное Писание. Это предполагает, что мы не должны вот своими силами пытаться получить или заработать это спасение, это освящение. Мы должны предоставить себя Богу, чтобы Бог начал действовать в нас. И когда Он начинает действовать, когда начинает вот это действие освящения Бог производить в нас, вот тогда, тогда мы должны приложить все усилия, все свое старание, чтобы то, что мы получаем, чтобы сохранить это. Когда Господь говорил однажды притчу Своим ученикам о десяти девах, Он говорит там удивительную историю. Были пять тех, у которых светильники горели, и было масло. Но были другие, у которых тоже вроде бы светильники горели, а масла не было. И там Христос продолжает, но как жених замедлил, то задремали все. А потом крик, жених идет. И что же? А знаете, только Бог может дать силу для того, чтобы мы могли встретить день пришествия нашего Господа Иисуса Христа без порока. Я не просто это заявляю, это не просто слова, но об этом говорит Священное Писание, потому что мы с вами вместе процитировали вот этот 24 стих. «Верен призывающий вас, который и сотворит это». Знаете, нам известны те, которые давали определенные обязательства, но оказывались неверны своим заявлениям, своим обещаниям, своим словам. Есть примеры. Когда президент страны, будучи гарантом Конституции, делает заявление, слова, а на деле никакой он не гарант. И слова остаются словами. Есть страны, которые заявляли, что будут гарантами стабильности и безопасности, а на деле мы видим, что происходит совсем по-другому. Заявления остались только на бумаге. Мы знаем многих людей, которые заявляют и что-то обещают, и что-то говорят, особенно это политики. А потом, а потом все забывается. Обещания, слова остаются словами. Но наш Господь не человек. Наш Господь не человек. Он что обещал, то обязательно исполнит. Он верен. И его верность основывается на его неизменности. Мы читаем в посланиях к евреям. Он вчера, сегодня, он вовеки тот же. И вот я хочу, чтобы мы вместе с вами, у нас есть время, немножко поразмышляли о верности Божией. И хочу о верности Божией поразмышлять на примере из Ветхого Завета. Я хочу прочитать из книги «Бытие», из 12 главы, первые три стиха, затем из 17 главы, первые восемь стихов. 12 глава книги «Бытие». «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. И благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Проходит определенный отрезок времени, и опять повествование об этом обещании. 17 глава, первые восемь стихов. «Аврам был девяносто девяти лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему, «Я Бог всемогущий, ходи предо мной, и будь непорочен, и поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма-весьма размножу тебя». И пал Авраам на лицо свое. Бог продолжал говорить с ним и сказал, «Я, вот завет мой с тобою, ты будешь отцом множества народов, и не будешь ты больше называться Авраамом, но будет имя тебе Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов, и весьма-весьма расположу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя, и поставлю завет мой между мною и тобою, между потомками твоими после тебя в роды их, завет вечный, в том, что я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя, и дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю ханаанскую, во владение вечное, и буду им Богом». Знаете, исполнились эти слова обетования. Израиль умножился. Но по прошествии времени они отступили от Бога. И как результат отступления от Бога 70 лет вавилонского пленения. И вот в период между тем, как первое и было второе возвращение евреев на свою родину, произошли события, о которых говорится в книге Исфирь. Эти события произошли примерно в 483-м и в промежуток до 473-го года до Рождества Христова. Я не случайно упоминаю эти даты, потому что для нас свои рассуждения, они необходимы. И вот повествование книги Исфирь. Царь Артарксеркс возвеличил Амана. Как мы читаем, сына Амадафа, Вугиянина. И все должны были кланяться пред лицом этого человека Амана, «Потому что так приказал царь». Но был один человек, который никому не объявлял, что он иудей. Но когда он услышал о том, что дал царь приказание, чтобы все кланялись перед этим Аманом, этот человек, Мордахей, не кланялся. Не кланялся один раз, когда проходил этот человек. Не кланялся, когда Аман проезжал. Все, которые рядом находились с Мордахеем, задают ему вопрос, «А что же ты не кланяйся?» Он говорит, «Я иудей, и кланяться не буду». Нашлись те люди, которые донесли Аману и говорили, «Там у ворот сидит иудей, который не будет кланяться». Он так сказал. Аман очередной раз проезжает там. И действительно, Мордахей, все по олениться, а Мордахея нет. Посмотрел Аман на этого человека. Ему было, знаете, легко уничтожить одного. И он задумал уничтожить многих. И он решил уничтожить всех. Ну вот, говоря об этой истории, я хочу все-таки здесь напомнить, а почему же Мордахей не стал кланяться перед этим человеком? Знаете, в книге «Исход» в 17 главе описывается интересная история, когда народ Божий под предводительством Моисея, они пришли в Рефидим, и там амаликитяне напали на стан евреев. И произошла эта битва. Вы помните это событие, когда Моисей зашел на гору, Ора и Арон поддерживали руки, и когда руки были подняты вверх, то Израиль одерживал победу, когда опускались, то терпели неудачи. Но, наконец-то, амалик был поражен. И я хочу, чтобы мы с вами обратили внимание еще на один важный стих для нашего размышления. Это 17 глава, 14 стих из книги «Исхода». «И сказал Господь Моисею, напиши сие для памяти в книгу, и внуши Иисусу, что я совершенно изглажу память амаликитян из Поднебесной». Вот этот Аман, которого возвеличил Артарксеркс, он был потомок царя Агага, амаликитянин. И получается, через тысячу лет после того, когда было дано это обетование Моисею, Мордахей должен кланяться тому, чье имя должно быть уничтожено из Поднебесной. Тысячи лет. И здесь, когда читаешь книгу «Исфирь», и находишь то повествование, что задумал Аман, когда он уговорил царя, что надо написать письма, потому что есть народ, который совершенно по-другому поклоняется Богу, и он совершенно ведет себя неправильно, и надо его уничтожить. И выпросил Перси, написали печати, определили день, разослали письма по всей той империи. «Господи, а где же обетование? Ведь Ты дал Аврааму обетование о том, что в потомках благословятся все, что это имя Иудеи – это будет благословением. Ты обещал им землю. Господи, но еще не все вышли из этого плена. Господи, Ты обещал благословение вовеки! А здесь есть указ царский о том, что все евреи будут уничтожены. А Ты же еще давал обетование и писал в книгу, когда Моисей воевал против амалекитян, о том, что будут уничтожены все амалекитяне, а они сегодня готовятся для того, чтобы уничтожить всех евреев». Но Господь, Он есть Бог над всем. Он верен своему обетованию, верен своему слову. Даже тому слову, которое было произнесено над амалеком тысячу лет спустя. Он верен, потому что Он Бог. Аман приготовил для Мордахея дерево, чтобы повесить Мордахея, высотой 23 метра. Но был повешен сам. Указ царя не был отменен, но был написан другой указ, который разрешил евреям защищать себя. Возлюбленная, вот знаете, в нашей жизни бывают такие моменты, вот когда вот этот Аман проезжал мимо Мордахея, ну, казалось бы, что Мордахею стоило? Ну, просто наклониться и все. Да никто бы не узнал, что он еврей и не поклоняется амалекитянину. Знаете, это подобно той истории, когда юноша, когда царь Новохадонасор объявил, что все должны пасть перед этим истуканом, эти юноши объявили, царь, мы не пойдем перед ним. Да брошу вас в печь. Вас ждет это пламя, этой печи. Знает, царь, мы не поклонимся, и даже если мы не будем сохранены от этого огня, мы все равно не будем поклоняться, потому что мы служим живому Богу. А ведь можно было так просто. Ну, знаете, типа завязать там шнурки на сандалиях, так наклонился, и никто бы не обратил внимания. В нашей жизни бывают многие ситуации, когда мы попадаем, что нам надо делать выбор. Вот, как бы, знаете, чуть-чуть слукавить. Ну, никто же не увидит. Вот поступлю так, ну, ничего. Ну, не сильно я поступлюсь своей верой. А Бог все видит и наблюдает. Но тогда-то, когда человек остается верен, все происходит совсем по-другому. Бог сохранил Мардахея. Бог возвеличил Мардахея. Он стал вторым, как пишет Священное Писание после этого царя Артарксеркса. Бог сохранил евреев. Он тот же Бог, который бодрствует над своим словом. А знаете, размышляя о верности Бога, я вспоминаю слова Иисуса Христа, которые были произнесены две тысячи лет назад, когда Он сказал о том, что Я иду приготовить место Вам. И когда пойду и приготовлю Вам место, приду опять, чтобы взять Вас к себе. Но прошло две тысячи лет, а Он не приходит. Апостолы Иисуса Христа ожидали Его. Господи, не в сиеле время Ты восстанавливаешь царствие? Не ваше дело знать времена и сроки. И знаете, апостол Петр, когда пишет свое второе послание, Он говорит, обращаясь к верующим, Он говорит, не смотрите на время. Он пишет замечательные слова во втором послании, в третьей главе. Я хочу прочитать девятый стих и половину пятнадцатого стиха. Апостол Петр говорит, не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. А дальше Он пишет, и долготерпение Господа нашего почитайте спасением. Возлюбленные, в притче о десяти девах Господь говорит, бодрствуйте, бодрствуйте. Господь обязательно придет. Ничего, что прошло две тысячи лет. Он верный. Апостол Павел, когда заканчивает послание, он хочет еще раз и еще раз напомнить нам. Господь тот, которого мы полюбили, тот, который взял наши грехи на себя, он бодрствует над своим словом. Но Он желает, чтобы со Своей стороны мы предоставили Ему себя, чтобы Он мог совершать свое освящающее действие в нас. А тогда, когда мы верны Ему, тогда, когда мы делаем правильный выбор, тогда Бог благословляет. Тогда наш дух и душа, и тело во всей целости сохранятся в пришествии нашего Господа Иисуса Христа, потому что верен призвавший нас, который и совершит наше спасение. Аминь. Помолимся. Праведный Господи, Бог наш во имя Иисуса Христа, склонив свои головы и сердца перед Твоим величием, мы возносим Тебе благодарность за то, что Твоя милующая и благодеющая рука была над народом Твоим до этого часа. Ты посопровождал нас милостью и любовью Своей, Господи, ограничивал нас и защищал нас от всякого рода зла. И мы осознаем, что только Ты, любя нас, соделал это. Слава Тебе, поклонение Тебе. Теперь Ты предлагаешь через Слово Твое путь освящения. Господи, мы знаем, что это необходимо для того, чтобы унаследовать вечное царствие и быть с Тобою, быть в вечности среди тех прославляющих Тебя и восклицающих Свят Господь Вседержитель. Господи, удостой нас этой участи, но вреди путем освящения каждый день открывая перед нами те истины, которые дают нам духовный рост и подкрепление в благодати Твоей. Благодарность Тебе за участие гостей, за песнопения, стихотворения, которые прозвучали как утром, так и вечером для нашего наставления и во славу имени Твоего Святого. И теперь просим на эту трудовую неделю «Сохрани народ Твой, Господи, всех уповающих на милость Твою, всех призывающих имя Твое, сохрани и веди путем освящения и приготовления ко славной встрече с Тобою. За все, что Ты делал, делаешь и во своих обетованиях будешь делать для нас и с нами. Мы благодарим Тебя и славим, преклонившись перед Богом. Во имя Иисуса Христа. Аминь». Будьте благословенны Господом. Для подробной информации о наших церковных служениях и мероприятиях посетите нас в сети интернета по адресу www.churchofsalvation.org Да благословит Вас Бог! Субтитры создавал DimaTorzok